Это усатый мини-шнауцер. Ранее их усы и борода служили настоящим орудием для защиты. Они защищали собак от царапин и укусов добычи. Возможно, эти усы, как у доктора Фу Манчо, привлекли внимание короля кроте Брюса Ли. Многие люди просто очарованы их усами. Мне они напоминают маленьких старичков. Когда я вижу такую собаку, она сразу вызывает у меня улыбку. Благородные черты этой породы смогли покорить сердца таких людей, как Билл Кросби, Боб Дойл и Мэри Тайлор Мур. Хотя, когда эти собачки собираются вместе, они вряд ли ведут себя столь же благородно. Эти собаки весьма энергичны и бесстрашны. В то время, как все остальные виды терьеров появились на Британских островах, мини-шнауцера вывели в Германии. Корень терра в слове «терьер» означает земля. Эти собаки были выведены для охоты на грызунов. Все считают, что эти отважные собаки появились не зря. Если скрестить обычного шнауцера с пуделем и аффенпинчером, то получится забавная собака. Эта порода относится к одной из самых любимых заводчиками. Исторически именно эта порода собак стала одной из самых любимых в Соединенных Штатах. Отличительной чертой мини-шнауцера являются квадратно подстрижные усы и борода. Слово «шнауцер» является немецким, переводится как «усатый человек». У этой собаки имеется густая, жесткая двойная шерсть. Ее шерсть напоминает проволоку. Эти собаки легки на подъем, их достаточно легко стимулировать. У этих собак исключительный слух. Они способны улавливать звуки в два раза выше, чем может уловить человеческое ухо. И на 50% больше, чем способна овца. Иногда эту породу используют немецкие пастухи для охраны скота и земли. Этот шнауцер сразу же начнет ловить, как только его ухо сможет уловить посторонние звуки. Такое ощущение, что они созданы именно для такой работы. Более того, они любят быть в команде. Один такой мини-шнауцер и его хозяин вознесли командную работу в прямом смысле до небывалых высот. Том Райна, его любимец Атикус, практикует подъемы на горы Уайнд Маунтис. Это их печальная история о покорении самых крутых склонов восточных скалистых гор. Давай поднимемся. Но это не просто их личные пристрастия. Они делают это, чтобы помогать другим. Они поставили перед собой цель собрать денег для лечения раковых заболеваний. Своей победой они посвятили другу, который недавно погиб от рака. Мы решили заработать денег, поднявшись на все 48 вершин дважды за одну зиму. Никогда ранее ни одной команде не удавалось совершить нечто подобное. Бутый в теплые ботинки, супер-шнауцер доказал всем, что это не просто преодоление горных вершин. Том начал вести блок об их победах. Вскоре молва об их увлечении разнеслась повсюду. Люди начали перечислять деньги для лечения раковых заболеваний за каждую покоренную ими вершину. Их путешествие было нелегким, и много раз они практически были готовы сдастся. Но самое сложное испытание их ожидало на вершине Вашингтон, которая уже унесла жизни 135 людей. Это страшная вершина. Нам было страшно ее преодолевать. Там был ужасный порывистый ветер. Я был сильно напуган. Но этой парочке удалось взобраться на самую вершину. Затем они продолжили свое путешествие, преодолевая одну гору за другой. Буквально за 8 дней до окончания зимы им удалось покорить 81 вершину. До завершения цели оставалось буквально 15 гор, когда сильный снежный шторм внезапно обрушил их надежды на успех. Одна из существующих вещей, когда ты путешествуешь с собакой, это необходимость ее постоянно опекать, заботиться о ее безопасности. Том не хотел рисковать жизнью Атикуса, поэтому они отказались от продолжения этого рискованного путешествия. Покорив 81 вершину, им удалось собрать более 5000 долларов. Однако, вернувшись домой, Том обнаружил печальное известие. Я заметил это, когда бросил ему печенье однажды. Собака не видела это лакомство. У Атикуса развелась катаракта, и он ослеп. И хотя подобное заболевание является у этой породы врожденным, Том считает, что к этому привело длительное нахождение собаки в горах, где много снега и солнца. Я чувствовал себя так, будто подвел своего лучшего и верного друга. У него... Извините. Для него было так же важно, чтобы мы смогли достичь нашей цели. И в результате этого он ослеп. В то время, как мы преодолевали эту 81 вершину, его зрение становилось все хуже и хуже. Но он не сдался. Для меня это показатель преданности. Ему удалили катаракту и восстановили зрение, но внезапно обнаружилось нечто более худшее. Атикус заболел раком щитовидной железы. Маленький пёс, который смог заработать так много денег для лечения раковых больных, теперь сам нуждался в помощи. Том решил обратиться к доктору Морин Кэррол, работающей в клинике Энджел. Как он себя чувствует? Мы сделали один профильный срез, и он оказался в полном порядке. Мы повторили операцию, и опять всё было в норме. Пришли результаты, и оказалось, что с Атикусом всё в порядке. Всё, что я понимаю, это то, что мои молитвы и молитвы людей были услышаны в ту ночь. Готов к новым победам. Прошло совсем немного времени, прежде чем Том и Атикус снова вернулись в горы. Вдохновленные чудесным выздоровлением Атикус, и команда снова стремится заработать денег для лечения раковых больных. Я хочу поблагодарить тех, кто заботился о нас. Хочу вернуть деньги тем, кто в них нуждается и не может позволить себе дорогостоящие лечения. На сегодняшний день Том и Атикус заработали более 8 тысяч долларов для клиники. Он похож на атлета, который всё время стремится покорить всё новые и новые вершины. Молодец, Атикус. Сотрудники клиники испытывают чувство благодарности к своему звёздному пациенту. Этот пёс вместе с хозяином не остановится до тех пор, пока есть ещё непокорённые вершины. Хороший мальчик. Не каждый мини-шнауцер способен лазать по горам, но в целом эти собаки способны приспосабливаться. Мини-шнауцер отличный пример того, как собака может чувствовать себя прекрасно в любых условиях. У них есть некоторые проблемы со здоровьем, такие как с глазами и сердцем. У них может развиться инфекционный энтерогепатит. Если не расчёсывать их жёсткую шерсть, она вскоре сваляется. Вам придётся ежедневно чесать своего питомца. Мини-шнауцеры любят свернуться калачиком и отлично подходят на роль домашнего любимца. Она очень любит людей. Эту породу также любят и дрессировщики. Мне кажется, они одни из самых умных собак, с которыми мне доводилось работать. Я их просто обожаю. Конечно же, каждая собака отличается от другой, но в целом эта порода легко приспосабливается к обстоятельствам. Для неё типичны глазные болезни и болезни сердца. Её шерсть требует регулярного и тщательного ухода. Она отлично подаётся, дрессировки и прекрасно ладит с людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова